Итак, Хаскель – язык программирования, который относится к функциональной парадигме программирования. И первое, о чем говорят, когда говорят о функциональном программировании, что программа представляет собой суперпозицию функций и каких-то элементарных операций. То есть это такое дерево, где на каждом уровне присутствуют некоторые функции и аргументы, которые тоже либо являются функциями, либо в теоретическом смысле какими-то константами. Кроме того, в качестве аргументов и в качестве обрабатываемого значения функции тоже могут выступать. Это называется first-class объектами, то есть объектами, подлежащими обработке. То есть функции в языках функционального программирования тоже являются объектами для обработки. Единственным способом организовывать какие-то повторяющиеся операции в Хаскеле является рекурсия. То есть первое, к чему нужно приготовиться, здесь нету никаких циклов. Ни for, ни while, ни do while, никаких-то бесконечных конструкций. И они все реализуются через рекурсию. Второе. Значит, Хаскель является чистым языком программирования. То есть чисто Хаскельная программа не обладает дополнительными какими-то побочными эффектами. К побочным эффектам относят, например, процедуру чтения из файла, отпечатания текста, либо изменение глобальных переменных. То есть переменную в Хаскеле вы изменить не можете. Все входные данные в какую-либо функцию должны быть переданы только через ее аргументы. И все, что функция выдает, она выдает в качестве своего значения. То есть других способов передачи информации нет. Например, через глобальную переменную. Ну, это как бы 99% образом передается дополнительная информация, какой-то контекст. Вот. Такое ограничение, да, значительно, да, по своей сути, она заставляет думать о том, что этим языком будет очень трудно пользоваться, да, и там нет никакого практического смысла. Ну, на самом деле, получается так, что вы программу делите на две части. Значит, чисто функциональную, и это придает этой части, как сказать, некоторые теоретические свойства. То есть вы, оптимизатор кода, может проще, более простые правила использовать для оптимизации. Это первое. Второе. Вы можете формально изучать свойства вашей программы, вот этой функциональной. То есть применять какие-то методы преобразования конструкции, там, исчисления, для того, чтобы доказывать наличие того или иного свойства. Ну, например, что эта функция будет вычислена за конечное время. Следующее свойство Хаскеля – это использование ленивых вычислений. То есть вычисление какого-то значения или передача функции, запуска этой функции, да, осуществляется только в том случае, если результат, который она получит, или вот это значение переменной, нужны будут для каких-то других вычислений. В обратном случае вычисления проводиться не могут. Ну, и из-за этого, вообще говоря, появляется очень интересная особенность при программировании, что вы можете написать код, который никогда не будет, например, запущен. Ну, надо подразумевать, что такое может быть. Но, как правило, это сильно не влияет на процесс, так скажем, проектирования программного обеспечения, то есть реализация каких-то конкретных программ, по сравнению с тем, что делают в языках, относящихся к явному запуску функции, ну, то есть запускаемых в той последовательности, в которой они в программе есть. Значит, наиболее мощная конструкция в этом языке, ну, или свойства этого языка, это система типов. То есть, всякое значение, то есть возвращаемое, хранимое, ну, или ассоциированное с некоторой переменной, оно имеет определенный тип. В процессе компиляции компилятор проверяет соответствие этих типов, вот, и при этом в процессе выполнения уже не требуется проверки. Значит, типы в Haskell настолько суровые, да, что, например, практически невозможно присвоить числу, целому числу, например, 32-битому числу, число 8-битовое, без специальных преобразований. Но указание на то, что мы позволяем это делать компилятору. Такая строгая типизация позволяет автоматам избегать исключительных ситуаций. То есть, в Haskell нет вообще такого типа, как исключение, которое вот есть в Python, в Java и Segmentation False, то есть ошибки доступа в запрещенную часть оперативной памяти, или там деление на ноль, приводящее к остановке программы. Ну, в Linux по сигналу номер 11. Вот система типов Haskell, она позволяет создавать более качественные программы. Кроме того, что типы эти вообще существуют, вот, и существуют также различные методики вывода типа. То есть компилятор может не угадать, а именно вывести тип возвращаемого значения функции, исходя из данных о типах входных аргументов. Там есть целая теория, как это делается. Ну, вообще, при программировании в Haskell принято, в общем, показывать отдельными конструкциями тип входных значений и тип выходного результата. Ну, это, как бы, считается правилом хорошего тона. Вот эти вот дополнительные аннотации, да, они называются, они позволяют, во-первых, более просто читать программу, во-вторых, они подсказывают компилятору дополнительные ограничения, то есть функция подразумевается не в качестве преобразователя каких-то абстрактных типов, да, а более конкретных, и там можно более конкретной оптимизацией использовать. И третий момент, он тут, кстати, не показан, да, в английском тексте, то, что по вот этим аннотациям, то есть вы, например, некоторых хотите найти какую-то функцию, и вы знаете, что она должна преобразовывать там некоторую, значит, комбинацию входных параметров определенного типа в выходное значение определенного типа. Так вот, по этой вот сигнатуре, по этой аннотации вы можете в справочнике Google найти все функции, подходящие вот под эту сигнатуру. То есть это один из способов, вообще говоря, найти в библиотеке нужную вам конструкцию. Язык умеет создавать, точнее, предназначен для создания динамических элементов в куче, да, но кто знает, что это такое. Это часть процесса, то есть часть оперативной памяти процесса, где хранятся и существуют, будем так говорить, динамические переменные. И в Haskell для работы с такими элементами существует сборка мусора. И программисту не требуется дополнительно использовать какие-то процедуры для освобождения памяти. Вот. И так как язык функциональный, вот эту вот систему сборки мусора сделать намного проще. То есть он работает более эффективно, чем сборка мусора в JavaScript, там Java, подобных языков программирования динамического. Ну и вот одно из главных тоже преимуществ Haskell, это то, что он компилируемый. Большинство лиспов и интерпретаторы, хотя это не совсем, точнее, совсем неправильно так говорить, потому что современные вычислительные машины достаточно быстро работают, да. И для того, чтобы программа выполнялась быстро, лучше программу скомпилировать. И процесс компиляции на высокопроизводительной машине, он практически не отличается от процесса интерпретации. Вот. Но Haskell, он как бы изначально ориентирован на именно компилирование из исходного кода в целевой код компьютера. Есть также утилиты для интерактивного взаимодействия с вашей программой, запуском функций. То есть вот есть Glasgow Haskell Compiler, это компилятор, который генерирует, исполняем модуль, ну, там, экзешник. И ГХЦИ, это способ как раз интерактивного взаимодействия. То есть производится частичная компиляция, и в комбандной строке вы можете запускать определенные конструкции, то есть ваши функции, и восстанавливать значения перемен. Но также некоторые команды, позволяющие, например, узнать сигнатуру, то есть аннотацию для вашей функции. Что касается по литературе. Значит, много есть интересных книжек. Они, как правило, написаны специалистами в том стиле, в котором они этот язык программирования понимают. То есть для того, чтобы эффективно изучить Haskell, вам нужно найти подходящую для вас книжку. Список, не знаю, может быть, я его туда добавлю потом в описание, а может быть и нет, но посмотрим, как по времени будет. Может быть, потом добавлю. Я пользовался двумя книжками. Одна называется Learn Haskell For Great Good. Я люблю читать на английском, потому что там меньше ошибок есть. Вот можно прям онлайн прочитать. А есть вики-бук еще. Там Тоже. Значит, для вот этой книжки, для вот этой предыдущей, есть русский перевод. Вот, значит, есть вики-бук. Его тоже имеет смысл читать. Она немножко в другом ключе написана. Она так большая такая, ну, как будто бы лекции, в общем, представлены. Здесь это вроде как туториал, да, в целом. А это именно как бы лекции по разделам. То есть основы, потом элементарный Haskell, средний Haskell, и потом пошли монады. В курсе вот этого МОКа, там, помимо монад, еще есть другие виды функторов, тоже рассматриваются. Ну, ладно, начнем, собственно, ознакомиться с языком программирования. А, вот еще дополнительное, да, свойство. Это очень активное использование функций второго порядка. Значит, что такое функция второго порядка? Это функция, которая принимает в качестве своего аргумента другую функцию. Ну, вот пример. Это конструкция. То есть применение функции MAP с двумя аргументами. Первый аргумент – это вот та самая функция аргумент в MAP. Первый аргумент MAP, да. Второе – это список. Так вот, MAP что делает? Он берет, выполняет функцию length. Она должна быть одноаргументная. Ну, подразумевается. На самом деле это не обязательно, но, в общем, подразумевается. И вот этот length применяется для каждого элемента. То есть к ABC, к строке, да, и к строке ABCDF. В результате получается новый список. То есть в результате выполнения, то есть не выполнения, а применения вот этого, к MAPу length и вот этого списка, получается новый список со значением 3.6. Здесь я пока запускать не буду, потому что для того, чтобы запустить программу, нужно либо установить непосредственно сам Haskell пакет, да, либо, так скажем, профессионально этот Haskell установить при помощи специальных утилит, что позволит потом работать непосредственно с проектами. Это первое. Второе – делать лабораторные работы. Здесь лабораторные работы представлены в виде наборов тестов. Значит, вот, функции высокого порядка. Анонимные функции, то есть лямбда-выражения. Ну, сейчас они, конечно, есть практически во всех языках программирования. Но откуда они взялись? Они взялись из функциональных языков программирования. То есть изучая функциональный язык, вы уже смотрите на основу вот этого стиля программирования. Значит, лямбда-функция в Haskell определяется при помощи просто бэкслэша и конструкции вот тире-скобка, где до тире-скобки у нас идет набор аргументов через пробел, да. Вторая часть – это, собственно, тело функции. Ну, так как приоритет вот этой вот лямбды и вот этой конструкции ниже, чем у скобок, поэтому если мы скобки отсюда уберем, короче говоря, будет очень трудно понять, где эта лямбда-функция заканчивает компилятор. Здесь что у нас написано? Что вот есть некоторый список, есть функция. По идее, мы здесь что-то фильтруем, да. Фильтруем по вот этому правилу. Значит, в лямбда-функции у нас один аргумент, то есть сюда последовательно передаются вот эти вот элементы списка, и для них вычисляется сначала длина, и потом сравнивать с единицей. И очевидно, что тип возвращаемого значения у length от x больше единицы будет логическое значение, то есть истина или лобства. Если, получается, для какого-то очередного элемента значение лямбда-функции будет истина, да, ну, то есть значение вот этого length, ну, по определению лямбда-функции, то такой элемент остается. То есть нам нужно найти такие строки внутри этого списка, длина которых в количестве символов больше единицы. Как там было сказано выше, да, функция является объектом первого класса, то есть на ней можно выполнять какие-то операции. Ну, операция, вообще говоря, надо строго определить, что это такое. Ну, в данном случае понимается, что вот есть функция, а мы можем что-то с ней сделать и в результате получить новую функцию. Умножение — это функция, состоящая, включающая в качестве параметра два аргумента. Так вот мы можем, например, из этого двуаргументной функции умножения сделать одноаргументную функцию умножить на 3. это как раз делается при помощи частичного применения аргументов к функции. То есть если в функции у нас два аргумента, значит, я понимаю, что специалисты в Haskell сейчас скажут, что я неправильно интерпретирую. Ну, для начала, да, потому что у нас функции два аргумента, если мы оба аргумента передали, тогда применили к функции, то мы можем получить значение. Если же каких-то аргументов не хватает, то в качестве значения этой конструкции мы получим другую функцию вот с аргументами, не получившими свое значение, но фиксированными другими аргументами. Значит, алгебраические типы данных. Еще одно свойство — это уже конкретно языка, а не функционального программирования. Здесь это определяется как синтаксис языка, позволяющий определять данные, содержащие различные виды случаев, отображающие различные варианты. То есть, например, контур — это либо точка, либо прямоугольник, характеризующийся двумя числами с плавающей запятой, либо круг, характеризующийся, например, радиусом. Структуры программные, позволяющие, ну, скажем так, входные параметры проверять на соответствие некоторым ограничениям. То есть, pattern matching. Ну, если дословно перевести, то это проверка на соответствие некоторому шаблону. Ну, например, что мы вычисляем площадь некоторого контура, да, и вот на вход, если нам передали точку, то площадь точки у нас, понятно, равна нулю. Ну, подразумевает, что она материальная точка. Площадь многоугольника, характеризующаяся там шириной и высотой, это ширина умножить на высоту. Ну, и площадь круга, задаваемая радиусом, она вычисляется вот таким вот образом. Значит, списки. В отличие от других языкового программирования, значит, обработка списков реализуется, ну, внутри компилятора, да, то есть там есть специальные процедуры, которые обрабатывают. Вот, с одной стороны, с другой стороны, в Haskell есть специальные библиотеки, которые задают свои списки, и там, соответственно, свои методы оптимизации используются. Но, тем не менее, есть синтаксические структуры, которые позволяют вам довольно быстро, эффективно создавать списки. В отличие, скажем, от языка оси. Ну, понятно, в Python тоже такие конструкции есть, в Python. Для обработки списков есть специальные конструкции, которые по-английски называются Least Comprehensions, по-русски это переводится списковая структура, то есть подходящего значения для перевода не существует, к сожалению. Я, по крайней мере, не видел. И вот в этой списковой структуре мы, например, можем задавать, ну, некоторые значения выбирать из последовательного, из списка, да, и потом комбинировать эти значения. Например, выбрать такие комбинации имен и фамилий, имеющие четное количество букв, без учета пробелов, правда. Вот это вот операция объединения двух списков, ну, или объединения двух строк. А строки в Haskell это варианты списков, списков символов. Благодаря вот этому вот свойству ленивых вычислений в Haskell можно создавать списковые структуры, порождающие бесконечное количество элементов. Ну, например, вот здесь в n попадает числа от двух до бесконечности. Но есть некоторые ограничения, так, по-моему, ученые, что ли, это сфера, наверное, да, алгоритм? Я тут не удаюсь в подробности. В общем, и вот эта функция primes, она в некотором смысле порождает вот эти вот самые n, удовлетворяющие вот этому условию. И, опять же, если ее вот эти возвращаемые значения прайма где-то там используются, да, то использовать их можно некоторое конечное количество раз, да. И тогда становится неважным, что n можно здесь породить бесконечным количеством способов. Ну, то есть это от двух до бесконечности. И вот нам нужно взять 10 простых чисел, возвращаемых от этой функции. Вот они, собственно, выдаются. То есть primes, она может генерировать бесконечное количество простых чисел, но нам нужны только первые 10. Таким образом, программа, включающая в себя бесконечно вычисляемые, то есть структуры с бесконечным количеством элементов, она сама по себе становится конечна. То есть для вот таких вот структур data, да, также существует обобщение. Параметризованный тип, то есть когда можно определить там shape от некоторого типа номер t. Это t использовать при определении вот этих различных вариантов. Это создает очень мощный как раз инструмент создания типов данных и реализации обобщенного программирования этими типами данных. Ну и еще один элемент, который я, например, не знаю, где бы он еще встречался в языках этого класса ML, да, к которым Haskell относится, это классы типов, ну, тут дословно типовые классы. Еще одна из форм полиморфизма, которая может реализовывать методику задания функции с одним и тем же именем, но другой комбинацией входных параметров, ну, в зависимости от типа. То есть таким образом, в зависимости от варианта, она, то есть функция, которая в программе у вас написана, да, она может вообще говоря варьировать, как она реализована и какие результаты она возвращает. Ну, например, самая известная простая функция show, да, реализующая класс show для какого-нибудь типа, она осуществляет преобразование аргумента, относящегося вот к этому типу, к строке. То есть это способ не то, чтобы распечатать значения, но, по крайней мере, создать строковое представление некоторому значению. Причем, вот этот show можно даже автоматически реализовывать, ну, при помощи специальной декларации для ваших структур данных. Вы выводите, так скажем, вариант того, как мы это можем отобразить для пользователя. Ну, история создания Haskell и вообще функционального программирования представлена вот этим списком. То есть в 30-х годах было изобретено, разработано лямбда-исчисление, математика Malonzo Church. Для исчисления оно таким образом задано, что можно этим, ну, то есть вот этими конструкциями математическими представлять вычислительную процедуру. Ну, тут можете почитать. То есть у функциональных языков есть формальное обоснование того, что они реально реализовывают какие-то конкретные алгоритмы. Ну, и вот в 50-е, 70-е годы, вот разработка языка LISP, создание процедур с поиском соответствия шаблоном, вот реализация варианта LISP, это схема, вот металлингвич я говорил в предыдущей лекции, это, скажем, класс языков, ориентированных на создание и разработку систем автоматического доказательства теорем. Создавали вопрос, значит, как можно отходить от ограничений, там, фонеймановского стиля, то есть какие вообще должны быть языки программирования, которые, ну, буквально от ничего не зависят больше, да, в программном стиле, и каким образом такие языки можно реализовывать на фонеймановских машинах. Вот дальше что произошло тут? Вот, произошла унификация, так скажем, теоретического взгляда на различные функциональные языки, и в 90-м году выпущена была первая версия, в 91-м версия 1.1, ну, с каждой новой версией, соответственно, язык приобретал дополнительные конструкции, вот, и, например, в 1.3 в 96-м году монады появились, значит, синтаксис до для монад, то есть монады — это представление, один из вариантов представления нефункциональных последовательностей в функциональном виде, но это отдельная тема, мы ее не касаемся. Значит, стандарт Haskell в 98-м в 99-м году вышел. Дальше шло активное развитие в 2000-м, в 2009-м году появился стандарт 2010, то, по-моему, стандарт 2010 как раз в этом курсе и реализован. Ну, и также в 2010-х начали разрабатывать как раз Haskell как платформу для разработки уже практических приложений. Название Haskell приобрел в честь американского математика Haskell'а Carrey и статья 1 операции «Кирвин», тоже в честь него названная. Здесь перечень проектов, которые реализованы на Haskell, например, система контроля версии Dark, Darks, инструмент для борьбы со спамом на Facebook, различные реализации специализированных языков, например, PureScript, Elm. Вот очень полезная программа Pandoc, она позволяет, например, вордовский документ латих преобразовать. Ну, правда, там это не один к одному преобразование, потому что латих – это система типа как-то строгой типизации. Вроде, что я хочу, то я пишу. Какой я хочу, атрибут на конкретный символ навешивают, такую я навешиваю. Но, тем не менее, эта система позволяет более-менее эффективно как раз преобразование делать. Есть библиотека для работы с Postgres, это система контроля, система управления базами данных. Есть компании, которые очень активно используют Haskell, в частности, для консультирования. Можно познакомиться с проектами по этим ссылкам. Ну, вы поняли, да, что если вы зайдете на этот сайт, то попадете как раз на этот самый курс. Для того, чтобы выполнять примеры, нужно установить Haskell. Правильный способ – это использовать так называемый Stack Tool. Это… Их вообще несколько инструментов управления проектами, но вот Stack – это новый и более высокоуровневый по сравнению с тем, что было раньше. Так что я рекомендую его использовать. Сейчас я не буду показывать, как он устанавливается, потому что установка, она достаточно медленно происходит. То есть он выкачивает там буквально несколько гигабайт информации дополнительной, там всякие библиотеки. Мы отдельную лекцию этому посвятим. Ну, или практическое занятие. Как раз. Ну, пока мы возьмем это на веру. То есть вот есть у Stack команды, то есть запуск того или иного инструмента. Например, собрать проект, там, скомпилировать проект. Вот один из них – это запустить интерпретатор GHCI. И вот мы запускаем Stack GHCI. И можем здесь выводить различные значения. Значит, там, да, важный момент такой, да, что сейчас текущий компилятор Haskell имеет первый номер версии – это 9. И вот вид приглашения, он немножко отличается. Ну, не знаю, пробуем сейчас запустить. Ну, вот у меня, видите, получается версия 9.2.7. Вот можно там выполнить операцию 1.1. Видите, 2 получается строку там ввести. И определить тип t функции, t-сигнатуру, да, вот эту, или там аннотацию. То есть tail, функция, ему в качестве 1 аргумента передается в список. А, это некоторый тип, видите, это абстракция, то есть неважно какой тип, и возвращается в список и с элементами такого же типа. Текстейл, например, в список 1, 2, 3. Получается 2, 3. Можно, я насколько помню, можно даже тип посмотреть здесь. Результаты. Но он его на самом деле не запускал, он просто вывел тип. Что у нас в результате получается список типов, имеющих класс число. То есть можно складывать, там умножать. Ну, выход вид. Я уже установлен, поэтому у меня тут все работает. Чтобы установить, там отдельную процедуру нужно делать. Вот если каждое выражение разобрать, последовательно, да, то что у нас получается? Вот 1 плюс 1, давайте плюс 2 вот что мы пишем. Это выражение, которое складывает два числа, да? Его можно вот таким вот образом представить. 1, 2. То есть в префиксной форме. Это инфиксная форма, когда операция находится между аргументами. Это префиксная форма, когда операция находится перед аргументами. Скажем, в языке Lisp она вот так выглядела. 1, 2. То есть многое тут. Одинаково, да, получается. Вот можно посмотреть тип возвращаемого значения. 1, 2. То есть получается, возвращается экземпляр некоторого типа, который поддерживает операции над числами. Там я вверху сказал неправильно, там возвращает типы, это возвращает все равно, экземпляры, какие-то объекты. Что-то есть вот строки, понятно, да? Можно тоже тип строки посмотреть. Это строка. Вообще тип строки, это комментарий, правильно, да? Просто уже полгода назад программировался. То есть string у нас, в принципе, то же самое, что последовательность символов. Чар. То есть можно написать вот так вот. Вот неправильно, надо один символ уже писать. Видите, в результате строка получается. Just a moment. Поперем ошибки. Поделка. Да, вот здесь сейчас с намеком на то, что это все-таки последовательность символов. Вот функция reverse. Так, мы будем набрать просто. Передаем параметр список символов и он преобразует в строку с обратным порядком следования элементов. Например, можно взять целые числа, сюда поставить. Здесь получается тоже обратный порядок. Давайте на тип посмотрим. Что мы здесь увидим? А здесь видим мы в очень высокий уровень абстракции. Да, опять. То есть есть список элементов некоторого типа, неважно какого, да? Мы получаем список элементов такого же типа. Например, не можем сделать, например, вот так. Потому что все элементы будут разного типа. Это замечательное ограничение, которое Husky наносит. Это то, чтобы обрабатывать разно сортные элементы, как раз используя структуры данных, вариантные. Мы до них еще дойдем. Ну вот, мы говорили выше, что каждое выражение, ну, то есть константа, либо применение к функции некоторых аргументов имеет некоторый тип результата. Ну и, соответственно, аргументы тоже, каждый аргумент тоже обозначается некоторым типом. Значит, тип, согласно определению в информатике, это набор операций над данным или над объектом, да, каким-то. Ну, с объектом он характеризует объект, существующий в природе, или там какой-то виртуальный объект. Вот мы над этим объектом можем выполнять какие-то операции. Например, стену красить, да? То есть применение краски к стене, в результате у нее состояние меняется. Вот, а то, что у нас стена, и то, что я могу накрасить, задает тип быть стеной, да? То же самое с числами. То есть числа можем складывать, строки тоже можем объединять. Например. Значит, форма представления функций, да, то есть что касается синтаксиса языка. Синтаксис языка – это каким образом строится правильно с точки зрения грамматики, ну, то есть некоторого формального описания, языковые конструкции в языке. Вот. Первые компоненты синтаксиса – это функция, а это ее аргументы. Соответственно, здесь одна функция, есть два аргумента. Два аргумента. В языке Python, Java, C мы используем скобки для отделения имени функции от ее аргументов, а аргументы друг от друга отделяются запятой. Синтаксис в Haskell, он намного проще получается. Представление группы выражений, да. Здесь можно смотреть соответствие, опять же, да. То есть, в зависимости от того, как скобки расставлены, да, Haskell делает те или иные предположения о том, какое количество аргументов, какого типа, да, эти аргументы имеют, да, какой тип имеют. Ну, в данном случае, вот, если мы пишем же HF1, значит, что у нас имеет место быть функция с четырьмя аргументами. Причем первый аргумент – это какая-то другая функция. Второй аргумент – тоже функция. Единица – это некоторое значение, да. Если же мы вот таким вот образом скобки поставим, то уже такое выражение будет интерпретироваться вот в таком виде. Ну и так далее. То есть, есть функция, есть, соответственно, перечень аргументов через пробел. Применение аргументов к функции имеет наивысший приоритет в синтаксисе. То есть, вот здесь в G мы применяем три аргумента. Ну и, естественно, индексное представление, в общем-то, ни в какой-то степени похоже, ну и схоже по синтаксису, что в Haskell, что в языках, вот, обычных, Python, Java, C, например. Ну вот, выражение типа F от A плюс G от B будет интерпретироваться вот таким вот образом, потому что, еще раз повторяю, что приоритет применения аргумента к функции является наивысшим приоритетом. Соответственно, если мы хотим вот такое выражение представить, нам нужно уже использовать скобки. Функции в Haskell является левоассоциативной. То есть, выражение вот такого вида представляется в следующем виде. То есть, FG от XY. Ну, это, кстати, противоречит тому, что я вот здесь сказал, да, похоже. Это, наверное, просто примеры были даны. То есть, сначала мы применяем аргумент G к F. Вот. Потом к результату применяем X и опять к результату применяем Y. Да, ну, если на это внимание не обращать, да, опять же, то тогда можно считать, что к F применяется G, X и Y. Ну, да, действительно, это все правильно значит. Значит, синтекс Sys, занимающийся определением типов. Здесь несколько базовых типов, которые используются в Haskell. Соответственно, целые числа, вот их примеры, да, вот это int, в смысле, какое это целое число. Integer, то есть число с определенным количеством битов в их представлении, да. От int в integer и обратно довольно проблематично преобразовывать. Ну, это мы потом увидим дальше. Число с плавающей запятой, значит, используется точка для разделения. Не приветствуется использование точки, например, точка 1 только. То есть нолик обязательно надо писать, значит, это будет синтексическая ошибка. Ну, и также можно задавать порядок. Логический тип True-False, значит, константы пишутся с большой буквы. Haskell является языком, строго различающим большие и маленькие буквы. Вот. Это что касается представления, да, вот здесь второй столбец. Третий столбец и четвертый определяет операции, то есть набор операций. Как я говорил, что тип данных, он задает им набор операций над объектом этого данного, да. То есть целые числа можно складывать, умножать, делить, брать остаток отделения. Аналогично для интеджер, аналогично для операции деления сплавающей запятой, только это у нас было деление нацело, а это деление сплавающей запятой. Можно вычислять квадратный корень из числа, для некоторых значений, очевидно. Можно выполнять логические операции и над списками, ну, то есть над строками можно выполнять операции преобразования в новый список с обратным порядованием, порядком слов, символов, то есть, ну и здесь, соответственно, объединение. Переменные обозначаются термами, да, с маленькой буквой. Типы данных, классы, с большой буквой. Помимо простых типов, да, то есть целое там число сплавающей запятой и так далее, еще существуют функциональные типы. То есть функциональный тип, он использует стрелку и показывает, как аргумент одного типа превразуется в тип возвращаемого значения. Здесь у нас имеет место быть одноаргументная функция, а это двухаргументная функция, причем первый и второй аргумент представляются в таком виде, а это возвращаемое значение. Аналогично для трехаргументных функций по аналогии мы можем строить аннотации. Выглядит довольно необычно, страшно, но мы с этим разберемся. Так, ну тут повторение идет, да, то, что мы можем посмотреть тип возвращаемого значения, это я вам уже показывал. Теперь посмотрим на структуру программы на языке Haskell. Вот тут маленькая программа, которая, чем она тут занимается, она вычисляет некоторые полиномы от своего аргумента, в данном случае от значения фи, так, и вычисляет, да, двойной полином от него. То есть полином четвертой степени это получается. То есть фи. Фи это константа, равная корню квадратному из пяти плюс один минус два. То есть это, что у нас? Это золотое сечение. Фи, да, оно обозначается. И оно типа число с плавающей запятой. То есть вот такая конструкция перед константами и функциями задают аннотацию. То есть это что мы аннотируем? Это разделение между объектом и его типом. Это тип. Еще там бывают дополнительно разные декларации классов для типа и для аргументов. Но это потом мы встретим. Вот функция, которая одно число с плавающей запятой отображает в другое число с плавающей запятой. Вот это та самая монада, которую все боятся. Но мы пока здесь не рассматриваем. Значит, будем подозревать, что это просто последовательность. То есть это функция, которая без аргумента представляет собой последовательность некоторых команд. Одного и того же типа. Да, значит, в определении функции мы разделяем вот эту вот левую часть так, где название функции идут две аргументы, потом идет знак равенства. Ну, это одна из форм представления, самая простая. И дальше идет тело функции, то есть что, собственно, на этой функции обозначает. Вот. Ну, здесь получается, что наша функция f состоит из двух применений полиномиал к аргументу. Сначала мы применяем первый полиномиал к иксу, потом к результату, что у нас получится новый полиномиал. Применяем. Ну и тут получается, мы печатаем полином первой степени, квадратичный, да, а потом уже четвертой степени вычисляем. Ну и получаем тут соответственно ноли минус единицу. То есть, если мы запишем эту программу в файл, который называется gold.hs, так, то есть название файла должно совпадать с названием модуля. Да, забыл сказать, да, здесь что. Мы должны сначала определить модуль. То есть, любая программа является модулем. Ну, кроме тех, которые можно запускать. в интерпретаторе. То есть, этот gold, gold.hs, hs это сокращенно от Haskell. Ну и дальше мы можем запустить стек, runHaskell и имя файла. Запускаем. Таким образом вы потом будете дальше запускать тесты для ваших заданий. Задания у всех одинаковые. и можно договориться, что если 50% всех задач выполните в течение семестра, то мы можем поставить 5. Если там 40, соответственно, 4. Ну и 30, это 3. Получается. Вот тот, кто меньше выполнил, там будем использовать уже метод заткнута. Значит, тут еще интересного есть. Это комментарий до 2-я используется. Больше ничего особо интересного нет. Значит, работа с примерами. То есть, в интерпретаторе вы можете выполнять ваш фунтер, задавать функцию. этот мой интерпретатор, мы только что использовали. Задать нашу функцию. можно назвать медиа, набрать карм3симул, потом нажать клавишу tab, вот туда. И она вам покажет важные разные варианты. Как видите, print, пред, product, полиномиал, номер от 10, 89 получается. Если нужно задать несколько строк, да, вот не хотите почему-то текстовый редактор использует. Тогда используются такие скобки. Вот я прям текст скопирую. Вот кстати, пример ошибки, да, мы задали сигнатуру, заново наберем. Одна сигнатура, это задание функции и конец определения многострочного. Ну и теперь полиномиал 9, например, 71 получается. Лучше, конечно, в текст, текстовый файл программу писать. Значит, для этого например, вы можете загрузить в visual studio code. так я-то в линуксе работаю. Он у меня есть, но я в нем потом будем писать. И в этом visual studio code есть расширение, то есть вот эту кнопку нажимаете и находите здесь Haskell. То, которое имеет наибольшее количество звезд, ну наиболее популярное, то вы используете для работы. Там есть настройка для запуска командной строки, интерпретратора, ГХЦ и тому подобное. загрузить программу можно командой load examples heads так нашли скомпилирует так и напишут ок что типа все в порядке и там уже можно запустить функцию из нее. Если вы ее отредактировали можно ее перезагрузить. этого можно использовать reload или по-моему даже .r тоже работает. Обработка ошибок в Haskell это вообще говоря отдельная тема потому что в Haskell нету никаких синтаксических ни структур данных относящихся к определению исключений типа try catch или try accept как в Python они вот это первое второе Haskell сам по себе его базовая библиотека делится на две категории что ли первая категория библиотека это для обучения то есть нам все равно как надежно работает программа мы учимся изучать изучаем самый Haskell вот это библиотека называется прелюд по умолчанию то есть когда мы ничего не импортируем дополнительного и при этом в случае ошибки возникают конкретные ошибки ну например если мы по примеру прибавим пытаемся добавить какое-то число к строке да у нас возникает ошибка но это правда ошибка типа во время компилирования то есть во время исполнения например можно такой пример привести там tail взять пустой список у него взять хост ну там Митти пишет exception это prelude tail empty list и вот есть вариант prelude которым невозможно грубо говоря выполнить tail ну то есть такой вариант библиотеки где разработчик должен вот эти все варианты в данном случае применения пустого списка к tail рассмотреть обязательным образом то есть исключить возникновение исключительных ситуаций на самом деле опять же на каком-то этапе обучения в переходе от режима обучения к режиму профессионального программирования такие конструкции можно использовать то есть есть функция то есть она может быть а ее может и не быть вот она как раз выдает сообщение о том что вот некоторая ошибка произошла то есть вы можете в своем коде использовать то же самое tail реализовать что он там пустой но когда пишется программа уже профессионально исключительных ситуаций быть не должно это такой принцип программирования на хаскеле да вот сообщение хаскеля они вначале как-то шокируют но если внимательно посмотреть что получается мы не можем ввести в соответствие тип данных чар то есть то что мы ожидаем то есть вот аргумент это второй он ожидает что мы здесь должны передавать список символов ну или строк вот с тем типом данных которые мы реально получили то есть это логический тип вот тут у нас ну то же самое да практически ну давайте-ка мы возьмем пример который ну то же самое да выдается теперь то есть вот эта ошибка да и возникает вопрос вообще о каком аргументе речь-то идет то есть вот об этом аргументе или вот об этом аргументе посмотрим значит во втором аргументе функции плюс плюс значит это первый аргумент это второй аргумент то есть у нас есть второй аргумент у него тип булл но должно быть список символов вот теперь смотрим какое выражение то есть вот оно выражение наше да что вот в этом выражении вот такой-то функции второй аргумент такого-то типа ну и в целом само выражение было такого вида то есть it это переменная которая содержит предыдущее значение но так как у нас вот это выражение выполнилось неправильно точнее оно не выполнено у нас предыдущее значение сохранилось ведь правильно выражение it видите то есть можно использовать скажем it плюс it написать или it плюс 90 мы опять ошибку получим вот вот у Camel у него намного более непонятная система сообщений в Husker он конечно в этом смысле выигрывает ну и по крайней мере когда я на нем программировал очень давно где-то в 2000-х годах сейчас наверное что-то там поменялось конечно но у Camel чем интересен у него есть объекты в Husker их нет ну в смысле они ему не нужны аналогично вот true плюс 1 ну арифметика есть функция div двухаргументная давайте тоже посмотрим скажем div 7 2 то есть целая часть отделения удобно конечно записывать его в infix ном виде но чтобы в infix ном виде записать такую функцию точнее любую функцию можно использовать обратные кавычки то есть это некий вариант вот этого 7 плюс 3 например я про форму записи а не про самоооружение говорю мы можем спокойно разделить число с плавающей запятой понятно что это фраза в кавычках если мы на ночь разделим ничего у нас конечно не получится но мы не можем выполнить операцию деления над целым числом с целыми числами то есть ее там просто нету ну вот если посмотреть что он тут выдает да он говорит о том что у нас есть некоторая функция half да ну или там half то значит поделить надо да рассечь вот задано таким вот образом и вот в этом выражении у нас есть проблема с тем что для функции деления для целого числа определения такого нет вообще вот этот тот самый полиморфизм классов в смысле хаскеля то есть деление определено для чисел сплавающей запятой вот эта операция которая слэшем обозначается а для целых чисел она просто не определена то есть нет такой функции у нас а преобразовать int в double автоматом мы не можем в этом смысле да хаскель немного нудноватый но там будет пример как это делать можно дальше ну вот здесь примеры того как мы можем анализировать значения да например вот что такое на джаве то есть цена значит если то есть цена определяется следующим образом вот если наш продукт эта строка да получается равен молоку то возвращаем единицу иначе возвращаем двойку ну или точнее этот прайс будет равно единице иначе равно двойке то же самое на пайтоне можно написать так то есть единица если продукт это milk иначе два хаскели пишет следующим образом если продукт равен milk тогда один иначе два мне кстати такая форма больше нравится но она вообще нудная немножко и плюс там невозможно сделать вложенных ифов здесь же более ясное и можно ифы вкладывать друг в друга методом отступа то есть отступ в хаскеле является синтексическим элементом таким же как в питоне но не таким нудным как в питоне то есть в питоне все отступы должны быть сделаны единообразно либо это пробелы либо табуляции если это пробелы то на определенное количество пробелов все отступы в хаскеле достаточно чтобы хотя бы один пробел был чтобы организовать отступ ну вложенность ну вот тут пример использования ифов если пароль равен swordfish тогда в результате вот этот check password возвращает urin иначе access denied пароль рыба меч вычисления модуля из числа то есть если n меньше нуля тогда минус n иначе n при этом у нас n может быть и дробным и целым числом операция функция login значит два аргумента user password если user n такой и пароль такой то тогда мы наш пишем что unicorn 73 73 log it in то есть он получил доступ к системе если пароль не совпадает пишет что неизвестный пароль иначе пишет что извините я вас не знаю да на он user можно функции задавать при помощи локальных определений то есть специальная конструкция в вот она мне больше всего нравится в этом языке то есть например нам нужно определить площадь задаваемая аргументом то есть радиусом то есть это пи умноженная на r square то есть частичная то есть пи на квадрат радиуса если правильно сказать и вот откуда пи здесь берется мы задаем вот в этой секции в в пи равно 3 14 15 92 6 536 например на r square это r умноженное на r то есть в данном случае r square это тоже константа получается что константа double умноженное на константу double и получаем тоже double а почему r square double потому что это перемножение двух аргументов р таких дабл есть вариант сделать по-другому немножко то есть вот этот вариант имеет смысл использовать чаще всего но иногда удобно использовать такой вариант то есть присвоить пи на мертвые 14 начала потом вычислить выражение в контексте части где пи определено неправильно сказал вот эта часть то пи на r square да вот здесь мы пи определяем а здесь то есть на r square иногда мысль идет быстрее того что я говорю да вот эти вот локальные определения также могут быть и функциями то есть номер взять задать функцию square от x как x умноженное на x и потом вот этот пи из в да также умножить на вот этот square которому применили р вот еще один пример то есть можно лет пи присвоить потом задать функцию потом внутри делают этого определение лет вычислить выражение то есть лет им это тоже выражение в принципе в хаскеле все является выражение кроме каком-то смысле дух я тоже не так важный момент в языке хаскера то есть когда вы выполняете вот такую конструкцию создаете это то вы можете определить новый x по отношению к предыдущему но это не означает что вы заменяете некоторые значения в ячейке x вот то есть внутри и на вы никак не можете поменять значение для а если же имеет место вот такая конструкция то что получается вы сначала присвоили x плюс один потом а присвоили а умноженное на 2 но вот хаскель такую конструкцию не поддерживает ну потому что это некрасиво смотрится мне кажется поэтому но я так я так не делаю вот эти определения лет им и тому подобное они скрывают переменные которые находятся в пространстве имен внешнем относительно этому определению то есть если где-то был определенно определен x то то новый x скрывает второе значение значит pattern matching анализ соответствия некоторой структуре структуре вот например у нас процедура которая поздравляет всех в зависимости от того то есть у него меняется поведение в зависимости от значения первого аргумента от строка да то есть у нас первый аргумент строка второй аргумент нейм и возвращается строка то есть если мы хотим по-фински поздороваться да с некоторым человеком тогда мы пишем хэй ну вот запятая да потом складываем с неймом если по итальянски то чао если по-английски то how do you do ну тоже имя добавляем ну а в любом другом случае да hello что тут важно значит во первых ну в данном примере у нас вариант функции зависит от того какое значение имеет аргумент то есть аргумент должен строго соответствовать этому значению то есть не под строкой там быть а вот для него должна выполняться операция равно вот это первое второе в начале мы перечисляем какие-то конкретные частные случаи вот то есть вот варианты шаблонов их представления могут быть разные например можно создавать кусок структуры со всякими специальными переменными да вот но всегда нужно чтобы это представление было полным то есть всегда нужно чтобы был существовал какой-то вариант функции который можно выполнить вот один из способов обеспечения этой полноты это использование переменной например здесь переменную x поставить вот то ничего в принципе не изменится но для конструкций где используются переменные но значение этих переменных не используется можно использовать символ почерк причем все символы почерк встреченные в этой конструкции они являются разными вот так называемый placeholder то есть он обозначает что должно быть какое-то значение но какое значение оно в общем то все равно вот если мы эту функцию запустим то у нас получат вот такие вот результаты то есть возвращаемые значения но если же мы таким вот образом запрограммируем другую функцию broken grid например да то вот это вот до fineland она никогда не дойдет даже если поставим первым аргументом потому что перебор вариантов идет значит сверху вниз и вот первый вариант он более общий чем второй и к нему как раз будет применен второй аргумент name и она напишет hello варку вот если же мы забудем вот этот вот почерк или какой-то другой вариант обеспечивающий полноту то должно выдастся предупреждение ну и в процессе выполнения в случае использования вот этого первого варианта прелюдии для обучения могут возникнуть ошибки в хаскеле тоже интересный момент да такой вон мера шоу да она умеет делать рисовать изображение для чисел логического типа в смысле объектов логического типа и целых чисел при этом варианты новые можно доопределять для этого как раз используются классы но мы их потом узнаем дальше то есть смотрите функцию мы можем определить полностью вот в таком простом виде да и она должна быть полна также функцию мы можем определить не полностью и определять дальше то есть это некий такой момент расширения семантики нашей программы синтаксиса синтаксис неправильно семантики только и прагматики то есть создавать новые типы данных для него задавать функцию show преобразующие экземпляры нашего типа данных строку и таким образом шоу как бы постепенно постепенно разрастается вот пример варианта представления паттерн матчинга да ну то есть сопоставление шаблонов но при этом мы не игнорируем вот значение да вот здесь вот мы его реально используем например describe от 0 это 0 от 1 1 2 an even prime то есть единственное число почему тут n написали я написал бы the even prime единственное четное простое число и вот в оставшихся случаях он пишет что некоторое число и пишет это число в виде цифры то есть the number например 10 the number 10 ну собственно например describe 7 получается можно вот эти почерки как я говорил использовать в нескольких местах при этом будут равные иметь значение рекурсия это один из способов точнее единственный способов повторяющейся операции определить внутри Haskell внутри вашей программы номер задания факториала то есть если на вход единица подана то возвращаемое значение будет тоже единиц ну или отображаемое тут еще нуля кстати нету факториал от n это будет n умножен на факториал от n-1 вот ну и как это вычисляется ну следующим образом то есть если мы подали на вход тройку да она у нас сопоставит с этим n то есть получится, что результат это будет 3 умноженное на факториала тройки минус единиц то есть факториала двойки то есть вот она 3 минус timeframe 2 факториала двойка если Факториал двойка раскрывается, соответственно, вот она двойка, это от n, на вход поступила, и на факториал от единицы, то есть это n минус 1. Но факториал от единицы у нас это единица. Это получается 3 умножить на 2 умножить на 1. В счете получаем n. Ну вот дальше по тексту вот такой вот значок равно-равно, скобка угловая, будет показывать, как происходит вычислительный процесс конкретной функции. С учетом всех вот этих вот нюансов, связанных с ленивыми вычислениями. Что будет, если мы запустим факториал от минус 1? Ну тут ответ, я думаю, сами найдете. Если не найдете, можно его потом будет отдельно рассмотреть. Вычисление суммы квадратов в некоторой последовательности с порождением этой самой последовательности. Ну то есть сумма квадратов для числа 0, это будет 0. Ну а для n это, соответственно, n плюс 2, плюс сумма квадратов для n минус 1. Ну и таким образом мы можем по эту сумму посчитать. Ну то есть это получается арифметическая прогрессия своего рода. Вот так, правда, над квадратами. Ну и вычисление чисел Фибоначчи. Вот первое число Фибоначчи единица, второе число единица, а n-ное число это n минус второе число Фибоначчи, плюс n минус первое число Фибоначчи. Ну и вычислительный процесс, вот вы можете посмотреть. Значит, процедура рекурентная, рекурсивная. Много в ней недостатков получается. Вот тут дерево, например, вычислений. Ну и в заключении именно лекции можно подвести итог в виде такой вот большой программы, в которой будут использованы все конструкции, которые мы раньше использовали. Назовем его колотц. Порождение последовательности колотца. Для числа 3, то есть 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4 и так далее. И вы как можете видеть, мы должны дойти до единицы. Ну, я не знаю, что это за последовательность, но не встречалось оно у меня. Ну, программу можно разобрать. То есть у нас есть некоторая функция step, которая в зависимости от того, является ли аргумент четным, либо возвращает некоторое, ну, или равна некоторому увеличенному числу, либо к какому-то уменьшенному, то есть это к какому-то увеличенному числу. Вот. Уменьшение происходит таким образом. Мы делим x на 2, а увеличение мы x умножаем на 3 и прибавляем 1. Собственно, колотц для единиц равен 0, для x, он равен 1 плюс колотц на вот этот шаг от x. Кстати, аналогичная функция, это функция Аккермана, да. Мне 0 и тоже это интересно. Вы можете, кстати, в качестве примера ее реализовать, функцию Аккермана. Longest находит число, соответствующее максимальному количеству элементов последовательности, начиная от 0 до некоторой верхней границы. То есть вот он, аргумент, передается. Вот, получается, что у Longest у нас 3 аргумента, да, с штрихом. Да, в качестве части идентификатора можно использовать штрих. Иногда это очень удобно. Ну и два варианта интерпретации, может быть. Либо это какая-то внутренняя вспомогательная функция. Ее лучше, кстати, за where спрятать внутри основной функции. Либо это функция со специальными какими-то свойствами. Ну, например, она не ленивая. Ну и вот ее, собственно, реализация с использованием шаблонов. То есть если последний аргумент у нас равен нулю, тогда мы игнорируем предпоследний элемент и возвращаем вот это число. В другом случае, единственное, да, получается, мы эту максимальную длину воспринимаем. Но n тоже берем. Смотрим, если длина у нас больше, чем maxLen, длина у нас определяется в этом месте. То есть если вы видите что-то, чего не было раньше, значит, смотрите, где-нибудь ищите where. Потому что глобальных переменных нет. То есть все, что есть, это только внутри функции. Вот это, кстати, очень четкая такая удобная вещь. Ну и так далее. Дальше видите, да. То есть скобки здесь показывают, что нам сначала нужно вычислить, отнять единицу от n, а потом уже к ней применить len. На каком-то этапе. Ну, на самом деле здесь немножко по-другому применение происходит. Сначала мы к longus применяем n, потом к результату применяем len, потом к результату применяем n-1. В двух случаях здесь возвращаются частичные как бы функции. Вот можно тут поэкспериментировать с результатом. Значит, по поводу отступа. Да, некоторые замечания здесь есть. Что все сущности одинакового уровня должны быть организованы при помощи отступов. Значит, вот можно записать одно и то же следующими способами. Есть у нас некоторые длинные выражения. Мы можем разбить его путем вставки перевода строки возврата каретки. И вот здесь отступа важно, чтобы он был на хотя бы один символ от буквы L. Вот in находился ровно под L. Аналогично здесь. Если мы номер v равной единице, то v равной единице можем друг по другу написать. Можно сделать вот так вот. То есть вот количество на самом деле не важно. Важно, чтобы они были одинаковые длинные отступы. То есть, скажем, если был бы какой-нибудь C, у него должно, чтобы ровно было такое вот количество пробелов. Либо можно одинаковые делать. Вот такие вот. Это зависит от вашего стиля. Значит, это вот неправильные варианты, потому что in находится ближе к краю, чем led. Вот этот, нету здесь ни одного пробела, соответственно. Вот здесь b ближе, чем a находится. А здесь, соответственно, b дальше, чем a. У них должно быть одинаковое расстояние до края. Вот здесь v находится на уровне определяемого значения. Что тоже неправильно, потому что v – это часть определения тела. Ну и, соответственно, выдается сообщение о том, что ошибка синтексического анализа, связанного с отступами. Вот. Вам сейчас два задания. Ну, пока первое задание делаете. То есть заходите на этот сайт. Вообще говоря, надо зарегистрироваться там. Вот почему надо зарегистрироваться. За то, чтобы на сайте можно было вам статистику собирать по тому количеству лабораторных работ. То есть тестов, которые вы реально выполнили. Вы в качестве результата мне можете просто послать скриншот вашей статистики. Значит, в конце каждой лекции вот здесь вот есть опросник. И вам нужно, соответственно, для самоконтроля ответить на эти вопросы. Ну, например. Вот у нас на C, на Java или на Python есть конструкция вот такого вида. И какой конструкции Haskell она будет соответствовать. То есть мы должны проанализировать вложенность и найти правильный ответ. Я вот случайным образом ткнул. Сейчас что-то мне не охота думать. Умер сюда. Видите? Мне повезло, да? Здесь вы можете посмотреть, ошибаетесь вы или нет. Ну, и вот другой вариант, то же самое. То есть что следующее? Истина в Haskell. Каждое значение имеет тип. Каждый тип имеет значение. Каждое утверждение имеет тип. Ну, я думаю, что вы уже знаете, да, какой ответ здесь. Ну и так далее. В общем, выполнили. Ну и следующая. Вот инструкция на самом деле. То есть вы можете ее просто прочитать и выполнить. Ну, вы помните, это будет довольно долго, пока она там все установит. Нужно сделать две вещи. Во-первых, установить этот стек и загрузить с GitHub вот этот директорий. То есть вы его клонируете. Там у нас два раздела. То есть первый, который мы изучаем, и второй, более сложный. Есть внутри каждого раздела exercises. И... Ну, давайте, кстати, откроем его, посмотрим на структуру. Вот он, exercises. Открываем. Вот, set1.haves. То есть это первое задание. Задание написано здесь на английском языке. Ну, например, что вам нужно здесь, во-первых, определить. Две переменные. Одна называется one, другая называется two. Вот. Они обе должны быть целого типа и иметь значение. Соответственно, первое должно равняться единице, второе должно равняться двойке. Здесь вы решение свое представляете. Не конкретно на этом сайте. Вот, в клонированном репозитории, да. И потом запускаете тесты. Вот. Например, здесь stack, run haskell. Вот этот set1. Потом добавляете тесты, потом hs. Вот если вы правильно выполнили очередное упражнение, тогда здесь будет зелененьким нарисовано pass. Вот. Если неправильно, то будет выдано сообщение. О том, что какой-то тест не прошел. Ну, например, вы... Функция скомпилирована, да, но она работает неправильно. То есть неправильное значение вычисляет. Вот он пишет, что тест ожидал, что должна четверка получиться, а был получена двойка. Ну и так далее. В конце концов, вот ваш паттерн. И вы в данном случае сделали восемнадцати, девятнадцати заданий. Что, в принципе, очень хорошо. Далее. Да, вы можете также запускать интерпретатор, да, со своими функциями, то есть своими определениями. И их, собственно, запускать, каждый из них. Это вообще замечательная вещь, конечно. Если кто использует кабал, делается таким вот образом. Но кабал вроде как это менее... То есть более низкоуровневая конструкция. Я вот ей год пользовался. Понял, что стэк все-таки это более серьезная вещь. И лучше сразу обучаться работе именно со стэком. Если вы, значит, загрузите свои результаты, ну, то есть ваша программа, вот эту, test1.hs на вот этот МОК под своим... под свои учетные записи, она еще проанализирует и выдаст статистику определенную, да, тут наверху, вот она там есть, где-то сейчас. Найдем вот statistics. То есть если логин выполните, да, то вот mystats покажет, что вы как раз сделали. Это вот общая статистика по первому разделу. То есть видите, я, например, первую задачу решила 1617 человек. Кстати, странно даже, да? Она вторую сделала больше, чем первую задачу. Это вот один набор тестов. То есть это для первой лекции. Вот для второй лекции два набора тестов. И чем дальше народ идет, тем меньше им удается сделать. Что довольно странное. Вот для части 2 статистика... А, тут есть интересно. Короче, части 2, да, тут раньше было 270, но еще 100 человек добавилось за год. То есть курс очень активно используется. Короче, сделали тесты, загрузили, и потом, ну, можно, в принципе, читать дальше. Можно ждать через неделю или через две, и я запишу вторую лекцию. Значит, кому не терпится, я говорю, это очень интересный язык. Это целое приключение, когда вы его изучаете. Спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно. Вопросы пишите, значит, в комментариях. До свидания.